Алексей Ильич, неужели у души совсем нет шансов попасть в Царство Божие после пройденных мытарств? Ведь люди склонны хотя бы к одному из них, например, к празднословию или лене, осуждению. Неужели все наши души не смогут попасть к Господу? Вы, наверное, забыли, как правый разбойник попал в рай. У него, кажется, грешки-то были такие, незрядные. Видимо, не только разбойные, убийства. И... а мытарства где же? Сегодня же будешь в раю! Мытарства где? Вместо сорока дней – сегодня же. Покаяние и смирение открывает двери всесильному действию благодати Божией, который всё очищает. Только смирись, гордый человек, как писал Достоевский. Всё с тебя смывается. Никаких мытарств! Почему так? Почему требуется эта проповедь христианства? Почему требуется христианская вера? Почему требуется это христианское понимание духовной жизни Бога, души? Почему? Потому что оно призывает к приобретению такого, я бы сказал, иммунитета против всех мытарств, который всесилен, осознавший свою греховность, осознавший своё бессилие и не просто осознавший, и кающийся искренне в этом всё освобождается от всяких действий вражиих. Потому что мытарство – что такое? Вы же не думайте, что там какие-то... Это же видение было... Феодор – это очень образное. Вы знаете, что ангел сказал Макарию, святого Макария, сказал – всё, что ты видел здесь, это есть лишь самый слабый намёк на то, что происходит там. Как один архиерей умирал, оглядывался во все стороны, это я помню, и всё говорил, повторял удивительные слова. Всё не так! Всё не так! Всё не так! Сам оглядывается во все стороны. Видно, что ему открылся тот мир. Вот так! Так что надо бояться не мытарств, а бояться как бы нам в самомнении, в нашей слепоте не покинуть этот мир. Тот, кто с верою и покаянием переходит туда, освобождается тот человек точно так же, как был освобождён правый бандит, убийца, грабитель, разбойник. Субтитры создавал DimaTorzok